Сегодня вы точно удивитесь ноутбуку, который мне удалось приобрести. Заинтриговал? Тогда приступаем, так сказать, к распаковке и обзору. Нет, это не заводская упаковка. Предыдущий владелец обмотал ноутбук пленкой, чтобы сохранить покрытие, отдаленно напоминающую кожу. Со временем софт-тач покрытие превратилось в липкую поверхность, которая притягивает в себе всю пыль, грязь и оставляет жирные отпечатки при прикосновении к ней руками. Итак, встречайте, Rolls-Royce в мире ноутбуков Dell XPS M2010 выпущен в далеком 2006 году. Укомплектован ноутбук мощнейшим на год выпуска процессором Core 2 Duo и дискретной MXM видеокартой ATI Radeon X 1800 с 256 мегабайт видеопамяти. Необычный дизайн со стороны напоминающий дипломат или чемодан сразу привлек мое внимание, и я безотлагательно решился на покупку. Тем более просили за него сущие копейки, можно сказать взял по цене лома. Огромный 20-дюймовый экран с возможностью фиксации в разных положениях щедро укомплектован качественными динамиками в количестве 8 штук. Плюс ко всему в корпусе ноутбука расположен усилитель низких частот, сабвуфер, призванный растопить сердца заядлых аудиофилов. Еще из главных фишек этого чемодана – автономная съемная блютуз-клавиатура со встроенным тачпадом. За этим ноутбуком можно работать, находясь в разных комнатах. Но и вишенкой на торте я считаю полноценный DVD-проигрыватель с сенсорным управлением. Мобильным этот ноутбук назвать сложно. Весит этот малыш почти 8,5 килограмм. А если добавить вес зарядного устройства, то десяточку наберет легко. Посмотрите на размеры. Сравниваю его с макбуком из прошлого ролика. Да тут зарядник половина размера Aero. Наверняка вы догадались, что рабочий ноут задешево никто не продаст. По заверению бывшего владельца аппарат не включается, поэтому перемещаемся за рабочий стол и будем посмотреть, что там и где не включается. При подключении питания загорелся светодиод индикации зарядки клавиатуры. Значит в этой цепи проблем нет. Жму кнопку включения и чемодан включился. По крайней мере горят светодиоды на его панели. Но изображение как-то не завезли. Самое простое, что можно сделать в этой ситуации, попробовать подкинуть рабочую оперативку. А вдруг контакты там окислились? Старичку на минуточку 17 лет. Но другая память, к сожалению, не решила проблему. Поэтому разбираем ноут полностью. Вообще старые ноутбуки сложны в разборке. Нужно открутить кучу винтов со всех возможных сторон, а потом отключить такое же количество шлейфов. Но этот на удивление разобрался легко. Огромный респект инженерам, кто его проектировал. После снятия топ-кейса, если его так можно назвать, видно следы тюнинга и модернизации. Вентиляторы охлаждения по неизвестной мне причине запараллелены и подключены напрямую. Причем питание взято не с силовой, а со слаботочки, что могло привести к печальным последствиям. Ладно, убираем этот творческий колхоз, с ним разберемся позднее, когда найдем куда изображение пропало. Двигаемся дальше. Видно, что отсутствует второй жесткий диск. С завода установлены два штуки по 160 гигабайт и объединены в рейд массив. Модернизация добралась и до охлаждения чипсета. Это какая-то новая термопрокладка с золотыми вкраплениями. Далее снимаю видеокарту. Именно в ней кроется проблема отсутствующего изображения. Чип от старости деградировал. Сделаем диагностический прогрев, чтобы убедиться в вышесказанном. Запомните, прогрев это не ремонт, а лишь один из способов выявить неисправность. Выставляя температуру фена на 400 градусов и равномерно прогревая чип в течении 20-30 секунд. После наношу термопасту и собираю железки для теста. После нажатия на кнопку включения ожидаемо наблюдаем картинку на мониторе компьютера. Надеюсь, прогрева хватит на все тесты и мы не увидим разноцветные квадратики по всему экрану. Осталось привести в порядок вентиляторы. Кстати, процессорный не родной, а взят с какого-то ноутбука и приклеен на двусторонний скотч. Надо найти подходящие коннекторы. Для этого воспользуемся коробкой с таинственным названием старый охлад. Паяем, изолируем, собираем в обратной последовательности. Выяснилась еще одна проблема. Никак не мог вытащить застрявший диск в DVD-приводе. Но против отвертки ни один диск не устоит. Скорее всего, во время ремонта руководствовались информации с этого диска. Аппарат собран и уже устанавливаю операционную систему. Сначала устанавливал десятку, потом семерку. Это были два единственных диска, которые были у меня. Уже и не вспомню, с каких времен они у меня лежат, но зато проверил привод на работоспособность. В общем, решил остановиться на Windows 8. Именно здесь ноутбук работал стабильно. Поставил 4 гигабайта оперативной памяти. Это максимальный объем, поддерживающим этим процессором. Установил драйвера на все устройства. Благо, они до сих пор присутствуют на официальном сайте Dell. Кстати, родной аккумулятору ожил и даже позволяет завершить все задачи, если неожиданно отключилось питание. Зацените звучание 24-битной системы. Достойно. Ничего не скажешь. Качество картинки при просмотре фильмов также на высоте, а вкупе с большим экраном так вообще песня. Предлагаю протестировать ноутбук в играх, ведь позиционируется он не только как бизнес ноутбук, но и машина для развлечений. Подобрал подборку ностальгирующего сборника. GTA San Andreas. Максимально возможные настройки. ФПС под 90 и ничего не фризит и не тормозит. Устроил небольшой хаос на дорогах. Max Payne 2. Также максимальные настройки. Получаем стабильный 60 фпс и ровный график фреймтайм. Эти прыжки в замедлении просто пушка. Следом не стареющая классика Need for Speed Most Wanted. Сколько раз я играл в эту серию и все равно расстраиваюсь, когда в одном из заездов сгорает движок и ты просто теряешь пушку-гонку. Half-Life 2 с ровным графиком фреймтайм и 60 фпс. Не вызывает проблем проникнуться и пройти этот шедевр в сотый раз. Все-таки звук и качество картинки не отпускает от монитора на долгое время. Субтитры сделал DimaTorzok Что скажете? Как вам сегодняшний бизнес бук? Несмотря на мои опасения, недоремонт видеокарты выдержал все испытания и продолжает работать. Ну и пусть работает, так как новый чип сейчас практически не найти, а то, что продают под видом нового, лотерея и пустая трата денег. Возможно в дальнейшем мне и попадется что-то живое. Время покажет. А сейчас, если вам было интересно, то поставьте этому видео лайк и подпишитесь на канал. А я в свою очередь буду дальше радовать вас интересным и необычным контентом. До встречи и всем Честер!